И все-таки я с умерением вспоминаю то время, 70-80-х годов, когда человеческие ценности были, это не водка и пиво, а выезд на природу, в Абзаково. И вот тогда на экраны вышел замечательный кинофильм, служебный роман. И там Алиса Фрэнклих пела такую песенку «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать». Ну что ж, зима 2010-2011 действительно удалась. Очень много снега. И, честно говоря, море положительное впечатление, потому что даже январь был не такой холодный. И вот в очередной раз выпал снег. И вот в очередной раз дивные советы. Как вам не поцарапать кузов своего автомобиля? Вот вы накупили себе щеточки, скребочки, да? И самый талантливый берет скребочек и капотик заледенелый начинает отчекрыживать. Так вот, делать этого не надо. Есть, есть мойка. И вот мы сегодня приехали сюда, на автомойку. Лебедь, что на химчистке. Вы ее все давно знаете. Это самая первая, самая качественная мойка. Ну, сейчас много появилось. Не все качественные. Так вот, всего за 150 рублей вы не заезжаете в теплый сервис. Просто сюда заехали и спокойненько смыли лед со своего автомобиля. Согласитесь, недорого. Используй для кузова вашего авто. Мыть автомобиль и даже зимой, это абсолютно естественно. После снегопада, ну ладно, стекла отшкрябали. А как вы будете открывать багажник, а? Вот так вот. Много мелочей есть. И поможет только мойка. А не теплый бокс с матюками мастеров, убирающих за вами лужи. Кстати, если вы уважаете их труд, то раньше это было обязательно. Теперь по совести, перед заездом в любой сервис, все-таки машинку ополоснуть. Здесь, на мойке лебедь, это совсем недорого. Теперь про то, что накапливается годами. Про то, что вы вносите в салон своими руками. В большинстве случаев грязь и грязь биологического происхождения. Она накапливается постепенно. И вот бывший светлый пластик, уже не светлый. От прикосновения к рулю руки почему-то становятся грязными. Да и сидение в пятнах. Справиться с этим помогает специальная химия и приспособления. А также умелые ручки. Да и не у каждого первого в гараже 5-киловаттный моющий пылесос. И не у каждого руки правильно заточены. Поэтому едем к профессионалам на автомойку лебедь. Что на химчистке. Вот 10-15 лет назад салоны наших марок были кожзаменители в основном. Либо, в лучших случаях, велюр. Сейчас различные композиции, даже слов не найти. И вот тогда, допустим, чем мужики могли запачкать салон? Ну, водка, естественно. На стояночке, да? До стоянок-то не было. Сейчас чем люди пачкают? Сейчас, в данный момент, как бы, у нас очень много разных пятен попадается в салонах. Молоко, кофе, соки, разные механические пятна, допустим, машина после ремонта. После ремонта, как обычно, пятна после масел разных. Это нужно все убирать. Все это мы убираем. Все это стирается. Производится чистка нашей автохимии. И вы получаете обновленный салон. В 98-м году, как раз после кризиса, это было 12 лет назад, я купил свою иномарку. Химчистский лебедь 10 лет. Так вот, чтобы отодрать полный салон моего автомобиля, мне пришлось потратить, ну, тысяч, наверное, 5 на химию. Сколько у вас стоит химия салона? Полторы-две, две с половиной тысячи. Вы свой салон приведете в порядок. То есть, самому не надо ничего придумывать, велосипед? Нет, ничего такого. Благодаря нашей химии и незамысловатой технологии, мы ваш салон приведем в соответствующие дни. Любую кожу, велюр, без разницы. Кожу, велюр, делаем кондиционеры на сиденья, делаем химчистку на кожаных сиденьях. Белые, черные, коричневые, любой конфигурации. Да, химчистка вашего салона необходима всегда, но это норма жизни. Вы рано или поздно все равно что-то пройдете, да, куда-нибудь. Либо на коврик, либо на свое кресло. Кроме всего прочего, в следующей передаче мы вам расскажем о другой, очень важной процедуре. Как то, как то мойка двигателя вашего автомобиля. Потому что, ну согласитесь, приятнее посмотреть на чистый двигатель, чем на грязное помойное ведро. Даже если оно типа чистое снаружи.